Настоящий греческий салат начинается с того, что нужен настоящий грек. Грек у нас есть. Кирилл, аплодисменты! Основные ингредиенты у нас какие? Я сейчас скажу всем, что надо, когда хотите пить греческий салат. Что это, что надо? Надо. Для греческого салата необходимо помидоры. Помидоры. Вот помидоры. Наши помидоры, конечно, это еще вкуснее от греческих. Огурцы, связи, конечно. Лук. Цибуля. Зеленый салат пепель. То, что вы называете болгарством. А, греки как не называют? Олимпий. Греческий салат фета. Фета это брынца, но только греческая. Ну нет, есть разница, есть разница. Есть разница? Расскажи. То есть там есть обречи, есть кожа, молоко. А еще есть коровы, а еще есть коровы, это три молоко. А то есть две заняты. Да, есть разница. Немножко другая плотность, немножко другой вкус, немножко другая солидность. Но напоминает закарпатский бренд. Так, обязательно греческий оливковое масло, первое холодное джим. Первое холодное джим, запомните. То, что вирджиния называется. Не надо по маслу, не надо рафинировать, надо такой первое холодное джим. Это самый хороший, подходит на греческий салат. А еще надо обязательно приправы, которые, особенно, там есть ориган. Еще есть еще сладкий перец, там есть еще ким, 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 там есть еще чимбрич. Все такие места, что надо, когда сделаем греческий салат. Тогда давайте потихоньку сделаем греческий салат. Еще один секрет. На самом деле, салат делаем так. Делаем уровень, уровень. Оставим нормально помидор. Нужно слоями в один слой положить помидоры, правильно? Да. Онорезанные плоско. И дальше огурчики. Надо огурчики тоже. Надо. Кияка, заговорили, что надо снимать с огурцов кожуру, нет? Кожуру снимать, не надо? Нет, не надо. Не надо, не надо чистить. Не надо, не надо. Здесь, послушайте, у нас на Греции это совсем другой огурцы, это больший, поэтому мы так чистим. Такие-то очень не зря, поэтому не надо. Это хорошее, нормально. Все украинские огурцы, русские огурцы это такие, которые не надо почистить. Не обязательно. Не обязательно, все. Бабушки много почистить, а молодые хромы там. Третье уровень, это лук. Сыгурь из верху. Вы замечаете, что он пока ничего не салил, не перчил ничего. Он просто располагает пока овощи. Третий ярус это лук сверху. Тоже кружочками, ну так крики едят. Вы можете пролюбить это. Поэтому я сказал, что по всей Европе делай крейки салат, но не делай крейки салат как надо. Да, да, я понял. Вот так нужно, слушайте. Слоями делаете, он не перемешивается? Ага. Парсы это зеленый перец. Только зеленый? Зеленый. Зеленый перец, потому что это контракт от помидоров. Другой цвет, понимаете? Греки, они эстетически воспитанные люди, в отличие от других народов. И говорят, что нельзя ложить красный перец. Он должен отличаться по цвету от помидоров. Можно желтый перец? Зеленый перец. Слишком сладкий. Ну, никакой добавленный. Зеленый. Сверху добавим фето. 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 Не полезен, как грязи. Кустов надо положить. Институт. Не хватило кусочков. Все уже готовы. Что делаете сейчас? Добавим оливки. Оливки предлагает нам микс. Разные оливки. Разных сортов. Да, да, да. Что внув вкус. В Грече мы добавим оливки. Разные. Добавим оливки. И с косточки, не без косточки. С косточки обязательно. Не знаю, какой мудрый шеф, ресильный. Надо на греческий салат уливки без косточки. Никто на Гречии не бывает. А где люди любят ломать? Не знаю. Я думаю, если хочешь делать настоящий салат, надо делать как право. Конечно. Не бывает же варанами с косточки. Может быть, может быть. И уже добавлю, что надо. Что еще? Последний. Возьми приправу. Приправа. Букет приправ. Каньянчо, перец, перец, суши есть. Ореган. И потом масло оливковое, первое, золотого аджима. Добавим. А у уксуса нет? Нет. Ага. А у нас в ресторане добавлено? А в блюдо нет? Больше уксуса добавить не слышно, какой соль. Нет. Соль есть в брынзе, в шейте, правильно? Да. Не надо. И в приправе есть немножко соли. Но специально соли никто не ложит. Сейчас. И на грече, когда оставлю на штул, возьмем две брюки и две ножки, и начинаем перемешивать. И что, приятного аппетита. Иди, попробуй, давайте чуть-чуть. Подожди, вопрос. А сейчас я не побегусь, если я подожди. Не надо, ребята. Скажи мне, пожалуйста, вот расскажи, помидоры, у нас круглые? Да. Спелые? Очень спелые. А огурцы? Маленькие. Да. А у вас нету другой, поэтому... Нет, у нас есть большие степлики. Есть. Вот такие. Ну да. Их отрой. Ну, я думаю, какие-то лучше. Нет. А огурцы должны быть только из твоего магазина? Да, у меня есть такой магазин. Я нередко здесь, иногда биваю здесь, поэтому можете покупать и такие хорошие. Скажи, Николик, а с чем отличаются твои огурцы от тех, которые супер-маркетят? Да, он легкий. Ну, это большая разница. Бивки, это только из мужской соли и воды, из морской соли. Из мужской соли и воды не добавим ничего больше. Ни консервантов, ничего. Никакой консервантов, никакой геморок. Бивки, которые встают на Баноска, там хочется, не хочется надо добавить консервов, потому что по-другому невозможно. А еще, у нас эта штука больше сорнена, потому что мы не добавим никакой геморок, который убирает все, которое надо, обязательно. Потому что оливки надо соленые, надо. Оливки, которые не соленые, они на грязь это, говорим, это пластмассовая. Пластмассовая. Не покупайте пластмассовую. Крепис, не только от меня. Есть у нас много партнеров из города Десса, которые...